В Твери на улице Арженикидзе автомобиль Hyundai под управлением 36-летнего мужчины сбил двух пешеходов, девушку 17 лет и трехлетнего мальчика. Наезд произошел на пешеходном переходе, пострадавшего доставили в больницу. Еще один наезд на пешеходной зебре произошел на улице Бориса Полевого. Пострадал 14-летний подросток. Машинонарушитель ВАЗ-2106. Пострадавшего с места происшествия доставили в больницу. На Бурашевском шоссе по так называемому заднему варианту столкнулись автомобиль Renault Volkswagen. Пострадала 36-летняя женщина, управлявшая Volkswagen. С места аварий бригадой скорой помощи пострадавших госпитализировали. В МВД России по Новгородской области передает флаг, посвященный столетию службы участковых уполномоченных полиции. В МВД России по Тверской области получает флаг, посвященный столетию службы участковых уполномоченных полиции. В канун векового юбилея службы участковых уполномоченных полиции Верхней Волжью был передан флаг, символ столетия службы. Наш регион эстафету передачи флага принял от Новгородской области. В течение многих дней флаг шествовал по регионам Российской Федерации. Это всероссийская акция. Согласно задумке, флаг, специально изготовленный к юбилею подразделения, побывал в 87 регионах России. 16 ноября сотрудники Тверской полиции передадут символ 100-летия службы участковых уполномоченных полиции московским коллегам на Поклонной горе. Юбилейные торжества по городам и весям страны пройдут 17 ноября. Именно в этот день, 100 лет назад, в 1923 году, приказом начальника НКВД в РСФСР была утверждена инструкция участковому надзирателю милиции. Появление этого нормативного правового акта и положило начало институту участковых в нашей стране. Подробнее о Тверских участковых мы расскажем завтра в специальном выпуске патрульной службы. В прокуратуре Тверской области организована горячая линия по вопросу соблюдения законодательства, регламентирующего порядок обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами, организована горячая линия. В период с 20 ноября по 24 ноября 2023 года можно обратиться в прокуратуру области по номеру телефона 8-910-937-0717 по обозначенному вопросу. Прием звонков осуществляется с 9 часов до 13 часов и с 13 часов 45 минут до 17 часов. Поступившая на телефон горячая линия информация будет проверена при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования. Продолжение следует...